Так, всем привет! У нас сегодня эфир, в котором мы будем говорить с вами о том, как осуществить свои мечты. Мы будем разбирать все эти мечты, которые вы написали. И, собственно, мы определим победителя, чью мечту я решу осуществить. Так что всем здравствуйте! Это был небольшой анонсик для тех, кто будет смотреть это видео в записи. Всех остальных я прямо сейчас жду, пока вы подключитесь. И у нас с вами будет порядка, я не знаю сколько, порядка часа времени, по крайней мере, пока нас не отключит Инстаграм. Для того, чтобы все-таки разобрать эту тему, не только назвать имя победителя, но и вообще разобрать мечты, которые вы писали. Потому что очень активно откликнулась вся аудитория, естественно, конечно же, потому что мечты – это то, что нас драйвит, мечты – это то, что нам нравится. Но по факту я могу сказать, что огромная, вообще у этого поста была такая, наверное, интересная миссия. Потому что я видела, что люди были, которые друг друга понаходили, были совсем другие люди. Я бы хотела сегодня это все рассмотреть и обсудить. Потому что зачастую мы очень часто не понимаем и сами не видим и не можем прочитать свое поведение. А когда мы умеем это делать, и когда мы умеем анализировать, и когда мы можем ответить себе на вопросы, чем я это делаю, почему я это делаю, почему я этого хочу, а самое главное, почему я этого не получил, ведь оказывается это легко, вот это самый такой забавный момент. Поэтому сегодня я буду разбирать эти ситуации, буду разбирать сегодня все, что понаписывали. Хочу это обсудить для того, чтобы вы могли гораздо быстрее достигать своей мечты, для того, чтобы, возможно, сегодня часть из тех людей, которые написала свои мечты, и поняла, что им, собственно, никто для этого не нужен, а часть осознала кое-какие другие инсайты по поводу себя. Поэтому давайте будем с вами начинать. Прежде всего, еще раз говорю о том, что в конце эфира я назову имя победителя, чью мечту я решу осуществить, но я подготовилась, я просмотрела сегодня большое количество отзывов, их более 500, по поводу того, чего вы желаете, чего вы хотите, и, конечно же, решила все это сгруппировать, у меня есть даже бумажечка, я боялась, что я не успею доехать, и взяла с тобою машину эту бумажку, чтобы, собственно, обсудить категории тех мечт и задать вам соответствующие вопросы по поводу их. Потому что давайте начнем, наверное, с ситуации, когда в инстаграме пишется о том, что хочу там, или собираюсь осуществить чью-то мечту, я вижу, что у многих вообще есть проблематика с тем, чтобы сформулировать, а чего ты хочешь осуществить. Некоторые люди начинают заведомо называть такие мечты а-ля мир во всем мире, а-ля там хочу, чтобы всегда все были вокруг здоровы, или всегда хочу, или хочу какой-то дом. То есть те мечты, которые заведомо, вы прекрасно понимаете, что они, ну как бы, это мечта ни о чем. А точнее, дом это, конечно, может быть о чем-то мечта, но не то, что наше подсознание не может врубиться, что дать, если бы оно могло это исполнить, но и человек не может. То есть вы заведомо имеете какую-то, у нас такой психологический разбор, заведомо имеете какой-то такой ответ на отвали. Вот знаете, вы не даете даже жизни вам помочь в чем-то, потому что вы сами не можете конкретизировать, чего вы хотите. И я уверена, что мир во всем мире, или чтобы все собаки и коты были накормлены, но это явно не самое глобальное ваше желание. Но вот такая штука, если она у вас присутствует, это означает, что вы по факту не знаете конкретно, чего вы хотите. А если вы не знаете, вы не можете этого получить. Это вот первый пунктик, на который хочу обратить внимание. Второе. Если вы оказываетесь в какой-то ситуации, где вы можете что-то получить, вы должны давать очень четкий анализ, где я нахожу и что я могу здесь получить. То есть всегда ориентироваться в ситуации. То есть, например, когда я знакомлюсь с каким-то человеком, к примеру, это продюсер телевизионного канала, то я не буду его просить о том, чтобы он подарил мне канал, или чтобы он свозил меня на Мальдивы. Я ему скажу, например, мне интересно телевидение, я ему скажу, слушайте, а можно я приду к вам на кастинг? То есть вы всегда должны апеллировать тем, чем располагает человек, чтобы вы максимум возможностей, которые у вас есть, вы могли получить конкретно от этого человека. Если вы не умеете таким образом думать и формулировать, вы не получаете ровным счетом ничего. Это понятно? Вот, пожалуйста, давайте вы будете мне какие-то значки ставить после того, когда я какую-то историю отчеканиваю. Я очень хочу, чтобы вы это понимали. Всегда работайте в той ситуации, которая складывается, и умейте из сложившейся ситуации, обстоятельств и конкретных людей выжимать то, что вы можете выжать, а не то, что просто вот от балды, знаете. Я скажу лишь бы что. Ну, это глупо. То есть, например, если я видела, когда я занималась Ютубом, если я видела какого-то известного человека вокруг себя, ну, к примеру, я иду, идет там Дима Борисов, ресторатор. Я подходила и говорила, Дим, у меня есть канал, я бы хотела с вами записать интервью. А не говорила ему, Дима, а не дадите ли вы мне денег, потому что я хочу купить себе ботинки, ну, к примеру. Потому что это было две ситуации. В одной ситуации это Диме интересно, и у нас начинается коннект. Может, он потом, я его и на ботинке-то бы уболтала. Но всегда должна быть точка входа. Вы всегда должны понимать, через что вы можете войти. Это вот, знаете, как есть момент двухступенчатых продаж. У нас сегодня будет эфирчик, я чувствую такое. Вот в лоб продавать не продается. Например, вы меня не знаете. Вот если я выступаю на большой конференции, я не могу продать в лоб. Сидит тысяча, десять тысяч человек потенциально моей аудитории, которая видит меня первый раз. Все слышали о том, что есть воронка. В воронке дается бесплатный продукт для того, чтобы человек мог со мной ближе познакомиться. Я вам говорю по теме своего выступления, на которое вы пришли. Ребят, вот у меня есть там какое-то количество уроков или что-то там еще, где я эту тему раскапываю глубже. Забирайте бесплатно. Я получаю ваши контакты, вы получаете мою информацию, и мы с вами знакомимся глубже. Если этого нет, то я вам говорю, у меня есть очень классный продукт, рерайтер жизни, стоит 100 баксов. Вы понятия не имеете еще точно, кто я, что я, что это за рерайтер жизни. Вы очень быстро принимаете решение, которое звучит нет. Все, соответственно, вы должны очень четко простраиваться и понимать, что даже в варианте того, когда вы можете получить какую-то мечту осуществить, вы должны понимать, что, блин, если вы сейчас напишите, что я хочу яхту или сережки с бриллиантами, то вряд ли сейчас вам пойдут в магазин и купят. Да, можно говорить там, я мечтаю, я же могу мечтать. Можете, но будьте хитрыми в своих мечтах. Будьте таким, чтобы вы могли получить то, что вам нужно через легкую точку входа. Это важный фактор. Спасибо большое. Продолжаем ставить какие-то значки, если вам именно эта информация понятна. Значит, едем дальше. Часть мечт, которые касались, ну, например, одна девушка написала о том, что я хочу подтяжку век. Век. Вот очень долго об этом мечтаю, мне не нравится мое лицо, оно опущено. Вот это говорит о лени-человеке. Потому что, например, такая штука, как вот если меня, например, парит какой-то мой изъян, и у меня нету на это денег, я всегда задаю себе вопрос, а как, что я могу сделать? Это, кстати, касалось и какой-то девушки, которая хотела тело. Я хочу какую-то определенную физические там с кем-то она хотела тренировки, или деньги, по-моему, на карточку и индивидуальные занятия. Но я же прекрасно понимаю, что говорит человек на украинском классное слово лэдащо, такой лодырь, потому что если ты хочешь красивое тело реально, тебе не нужен ни тренер, ни абонемент, правда? Ну, согласна со мной? Что если тебя реально это парит, ты выходишь на улицу, ты выходишь в интернет, включаешь YouTube, ты никуда не выходишь, ты берешь резинку, бутыль с водой, и начинаешь тренироваться, это я к тому, что очень много таких вещей, когда человек говорит, я очень хочу, страшно хочу, но вот у меня нету на это денег. Задавайте себе всегда вопрос, а нужны ли мне деньги для этого? Я сейчас, еще раз, ни в коем случае не хаю ваши мечты, не обижаю, не оскорбляю, я сейчас рассматриваю варианты того, каким образом вы можете получать то, что вы хотите, а называете это мечтой, понятно, да? То есть мы сейчас говорим об этом. Поэтому, вот рука левая зачесалась, поэтому всегда задавайте себе этот вопрос. Например, опущенные веки и все, что касается с лицом, фейс, как это называется, фейс-фитнес, крутая же штука. Включили интернет, включили очень огромное количество людей, которые продают марафоны, и у которых, по секрету вам скажу, выложены все занятия бесплатно, только хаотично. Подбирайте и тренируйте, не превращайте какую-то такую штуку в, знаете, типа, я не могу ничего изменить, вот пока у меня этого нету. Это ад, маска. Поэтому это такой важный, важный, важный момент. Следующие мечты, которые писали мне, это как раз возврат к первой истории о том, зачем вы это пишете. Я мечтаю о хорошей прибыльной работе. Вы лодарь. Если вы мечтаете о хорошей прибыльной работе, вы должны ее искать, вы должны расти, вы должны знать, чего вы хотите. Мечтать об этой работе бесполезно. Ее нужно искать, и необходимо делать конкретные действия. Когда вам кто-то говорит о том, что он не работает, потому что он не может найти работу, гоните человека в шею. Ло-дарь. У меня бывали такие люди, когда я была соискателем, и искала на работу себе, нанималась людей, и те, кто приходили и годами искали работу, и говорили, что нету хорошей работы для них, я понимала, что это ло-да-ри. Отдельная категория людей не потерялась, которая начала продавать бесплатно свои коуч-сессии. Значит, ребят, тут смотрите, очень как бы прикольная штука, но когда вы где-то, это просто сразу говорю всем, когда вы где-то пишете о том, что готов бесплатно консультировать, вы как бы тем самым говорите о том, что я не профессионал, у меня еще нет аудитории, и я готов работать бесплатно. Это просто вам говорю, чтобы вы понимали. Это не есть плохо, лучше об этом и говорить, что я набираю пробную базу. Но если вы где-то позиционируете себя супер, и вы даже хотите дать кому-то что-то бесплатно, то давайте это в личку, а не пишите, что бесплатно вас проконсультирую. Это всегда вас понижает. Я, например, никогда не принимаю участие, мне регулярно присылают, давайте с нами, знаете, сейчас, да, все эти марафоны бесконечные, мы объединяемся аудиторией там, вот по меня куда причисляют, к личностному росту, к развитию. Вот давайте в эти марафоны, и там 150 человек дарят эти марафоны, и не встану никогда в шеренгу с этими 150 людьми. Я один раз принимала участие в подобной истории, где были девочки из разных ниш, классные, которых я всех знала, и мы там собирались 3 месяца, это было очень долго и очень сложно. Никогда не становитесь в этот ряд. Я никогда не войду в проект с неизвестными людьми, еще и когда платишь за это деньги, для того, чтобы тебя продвигали. Уважайте свое имя, работайте над ним. Это очень-очень важный момент. Имя, простите, просрать очень легко. Поэтому всегда помните о том, что ваша вот эта бесплатщина, она неблагодарная, она не даст вам хороших клиентов, и она всегда опустит ваше имя. Поэтому будьте аккуратны. Дарить можно, но ни в коем случае раздам всем подряд за бесплатно. Нет. Дальше. Кто-то мечтал о легких родах в частном роддоме. Прекрасная мечта, но тоже, мне кажется, не совсем в эту историю она соединима. То есть, вот какой-то такой, знаете, ну, немножечко для меня был странный в этом момент. Что касается принтера, телефона, многие писали о том, что им нужны новые телефоны, принтеры, ноутбуки. И очень много было макбуков для того, чтобы работать лучше. Вот тут смотрите. Если вам это непонятно, то вам очень простая такая история по поводу, как это осуществить. На сегодняшний день практически в каждом... Во-первых, а, не забываем про все OLX и прочие доски бесплатных объявлений, где вы, даже не то, что бесплатных, а объявлений вторички, где вы можете порой найти очень крутые штуки за очень небольшие деньги. Вот я просто знаю, потому что мы распродавали офис, когда технику, мы распродавали буквально за копейки. Не забывайте, потому что многие смотрят на новое. Если вам сегодня необходим инструмент, зачем вам покупать суперновое? Купите что-то, с чем вы сможете работать за лояльные деньги. Это важно. Второй момент. Сейчас, по крайней мере в Украине, огромное количество магазинов дают беспроцентные рассрочки, где в месяц платишь какие-то совершенно смешные деньги. Если это для вас действительно инструмент рабочий, не для того, чтобы сидеть в чатике, а вы, как многие пишете, мне нужно, чтобы больше зарабатывать, рассмотрите этот вариант и возьмите себе такую рассрочку. И ваша мечта... Потому что многие пишут, я бы хотел стать сильно лучше, но я не могу, потому что у меня нету, и я не могу купить, это сильно дорого. Всегда ищите лазейки. Всегда ищите лазейки, они всегда есть. Замахивайтесь на то, что вы можете, но не превращайте отсутствие какой-то технической штучки в затык. Если это нужно для вашего бизнеса, всегда находите возможности. Не забывайте о своих знакомых и друзьях. Я помню, когда мне нужен был ноутбук первый, как я решила, я нашла его у своего продюсера. Я просто взяла телефонную книжку и позвонила всем своим знакомым, которые у меня были и спросила, может быть, у них что-то есть. Вы даже не знаете, ну, например, те же телефоны, да, вот я меняю там каждый год свой телефон. Сережа у меня меняет там раз в два года телефон. Ну, он говорит, мне чаще не нужно. Но эти все телефоны, они у нас остаются, например. И если бы моя подруга мне сказала, Ольчик, мне вот сейчас там надо, я бы ей без проблем дала. То есть очень-очень-очень важно вот это понимать мозгами. Мы очень часто делаем себе вот такие вот, знаете, огромные проблемы, которых нету, и называем это мечтой. Когда, почему я об этом говорю? Я очень многие вещи прочитала с припиской «Мечта моей жизни». Это не может быть, железка не может быть мечтой вашей жизни. Ребят, поднимайте попу. Вы просто очень часто находитесь в коробочке, мы все находимся в коробочке и видим свой мир из своей коробочки. И шире не смотрим. И мы забываем о таких простых вещах, что так можно сделать. Иногда сидишь и думаешь, что так можно? У меня была ситуация, когда мне срочно захотелось одну железку. У меня не было денег вот на железку. Вот правда. Я позвонила своему другу, который сильно беднее меня, но он умеет экономить. И я ему сказала, слушай, мне нужны деньги. У тебя есть? Типа мне нужно несколько тысяч долларов. Он мне сказал, есть. Я говорю, можешь мне одолжить? Он говорит, а на что тебе? Я ему сказала. Он вылупил глаза. Говорит, ты что, ненормальный? Я говорю, ты не понимаешь, мне сейчас очень сильно надо. Он мне дал. Я заработала потом на эту штучку за две недели. Так вот меня вдохновило это. Мне сильно хотелось это. Ищите, пожалуйста, свои возможности. Всегда. Дальше. Кукла Барби написала несколько человек. Вообще нельзя говорить себе о том, что это ваша мечта. Если вы взрослый человек, пойдите и купите себе куклу Барби. Многие люди под мечтами в таких постах пишут такие вещи, как будто бы, знаете, выглядит на какое-то высосанное из пальцев. Или из какой-то, типа, мне на это жалко тратить деньги, но, типа, вы подарите куклу Барби. Ну, ребят, ну, будьте взрослыми. Это не только касается куклы Барби. Вообще в жизни за собой наблюдайте. Иногда какие-то вещи, которые в вашей голове живут, говорят о том, что вам явно нужно над собой поработать. Это какое-то такое, знаете, ну, это вот дай, сколько вам денег не дай, вы их просрете, непонятно на что. У вас такое какое-то к жизни странное понимание. Далее. Всё, что касается курсов, тренингов, автошкол. Многие писали, мне очень сильно нужно, я без этого не представляю. Значит, смотрите, тут два момента. Момент номер один. Сегодня в интернете есть практически всё бесплатно. По любой теме. Это я вам вот говорю. То есть, если вам нужны сами, просто, почему я об этом говорю? Многие пишут, вот если бы я этому научился, то тогда бы научиться сегодня, бесплатно можно всему. Если вы не учитесь этому бесплатно, значит, оно вам нахрен не надо. Это первый момент, если вы не начинаете собирать информацию. Второе. Я, к сожалению, знаю очень, у меня очень такой маленький позитивный опыт от людей, которые, не вложив деньги, не инвестировав в своё обучение, потом бы благодарно учились. Как правило, те, кто покупают и те, кто не покупают. Эта разница в результатах колоссальная. Именно по этой причине огромное количество людей мне очень приятно. Написали, что хотят рерайтер жизни, но если вы видите, то я не делаю такую рекламную кампанию, как делают некоторые мои коллеги, которые рассылают постоянно в директ. Бесплатно приди, прими участие в моём марафоне, там, в моей программе, как блогеру, приди бесплатно и напиши свой отзыв. У меня нету этой истории. Я очень ценю свой продукт. Я знаю, сколько я в него вкладываю, и я знаю, что я хочу видеть не количество людей, хотя для меня это важно, я хочу видеть количество сознательных людей, которые придут за результатом, которые готовы найти 50 долларов, вот у меня курс этот стоил, там, стартует с 50 долларов, которые готовы найти для любви к себе. Этот курс, это про любовь к себе, про самое первое, что ты должен для себя сделать, научить себя мыслить. И это факт. Поэтому очень и очень важно, чтобы вы понимали это, что курс нужно не выигрывать, на него нужно зарабатывать. И очень сильно везёт тем, для кого эти деньги являются крупными, потому что ваша мотивация и ваши результаты будут сильно круче, чем те, для кого эти деньги маленькие. Почему у меня есть три версии? И многие писали, я хочу самую дорогую версию. Самая дорогая версия нужна для тех, для кого версия первая и вторая по деньгам вообще ни о чём. Потому что эти люди, когда платят большую, больше сумму, для них это внутренняя мотивация доработать, хотя бы открыть его и не забыть принимать в нём участие. Мы знаем себя, я такая же, мы знаем себя. Очень важно, чтобы эта сумма была для меня значительной. Поэтому всё, что касается курсов, там некоторые люди, повезло некоторым людям, им даже откликнулись тренеры, которых они отметили в подарок. Но я хочу сказать, для тех, кто когда-либо получает обучение в подарок, помните об этом. И делайте, знаете что? Говорите себе, я на этом курсе вырасту и затем заплачу этому тренеру, который мне подарил, отдам эти деньги, отдам. Это моя дань, моя благодарность себе за то, что я в себя инвестировал, потому что я могу заплатить. Вообще стремитесь как можно чаще платить, тогда будут платить вам. Это очень важный момент. Стремитесь отдавать деньги, научитесь покупать, кайфовать от того, что вы достаете и платите. Я, например, в Инстаграм принципиально не продаю рекламу, но если вы видите, я рекламирую тех людей, у которых я покупаю за деньги, потому что это моя благодарность. Если я купила и мне нравится там одежда Маши Ефросининой, то я хочу ей сказать об этом. Маша, спасибо тебе за то, что ты делаешь классный продукт. Не надо мне дарить. Я в состоянии купить себе за полторы тысячи, за 400 гривен, за 800 гривен, за 2000. Я в состоянии. И я хочу, чтобы мои люди, мои клиенты делали так же. То есть я всегда задаю себе вопрос, как бы я хотела, чтобы мои клиенты себя вели. Почему, например, я ненавижу, когда приглашают блогеров проходить какое-то обучение, и они вот этим дежурным тоном говорят, они это не смотрели, они это не проходили, им это никак не помогло, но они сидят и хвалят. Я не люблю этих вещей. Это неправильно с точки зрения бизнеса, но есть нечто ценнее и важнее для тебя. Поэтому все, что касается обучения, стремитесь для себя. Не можете купить, начните обучаться бесплатно. Ищите тему, заработайте на это. Если у вас нету для этого мотивации, то поверьте, что вы купите, что вы возьмете бесплатно, результат будет один и тот же. Поэтому, ну, как бы, помните об этом. Так, едем дальше. Кто-то писал, например, кровать с матрасом хочу, у меня болит спина. Очень классная аргументация, у меня болит спина. Почему у вас тогда такая нелюбовь к себе? Почему вы не найдете мотивацию? Человек пишет, я долгое время. Это нелюбовь к себе. Я вижу, что у нас очень много и большая проблема в мечтах от нелюбви к себе, потому что это самое необходимое. Моя спина, меня не мотивирует ничего заработать, даже для себя, для своего тела. Что уж там говорить по поводу каких-то партнеров или детей. Это очень-очень важная штука. Задавайте себе вопрос, если я себя люблю, неужели это для меня не мотивация? Ведь для большинства людей рост в какой-то движухе именно не идет, именно потому, что нету мотивации. Человек не понимает, зачем ему это нужно. Поэтому все, что касается вашего здоровья, это первое место. Когда у вас появляется в голове любовь к себе, вы понимаете, что я начну с этого, что я для этого должен сделать. И у вас начинает работать мозг по-другому. Почему люди не развиваются? Потому что привыкли жить так, как живут и считают, что это нормально. А больше и не надо, а больше и не хочется. Когда вам начинает по-настоящему больше хотеться, вы для этого начинаете совершать другие действия. Вы по-другому начинаете смотреть на мир. Важно это осознавать и понимать. Так, ну, отдельные истории по поводу «хочу на колесо обозрения», за которым у меня фотография, и сзади оно у меня стоит. Ребят, когда вы начинаете такие вещи писать по поводу желаний, колесо обозрения стоит 100 гривен. 100 гривен. И когда вы начинаете об этом писать, это тоже, простите, со стороны выглядит просто выклянчиванием «возьму что-нибудь». Ну, что-нибудь возьму. Кто-то там начал у кого-то писать «а можно я у вас купальник возьму», а можно... Вот это говорит не о том, что вы плохие люди, это говорит о том, что вы в очень узкой коробке. Это говорит о том, что вы совершенно не даете своему мозгу генерировать, желать, хотеть, думать. Нет. Это вот какой-то такой момент очень-очень мелкого. Нужно сильно развиваться. Дальше. Поехать на море и встретить любовь. Ну, это такие романтические вещи были. Найти дело своей жизни. Это тоже говорит о том, что вы лодырь. Это не мечта найти дело своей жизни. Найти дело своей жизни это когда я определяюсь с тем, что мне нравится, что я умею, составляю себе список того, что я хочу тестить и я начинаю этим заниматься. Я иду, я думала, что я хочу работать в ресторанах, я устроилась в ресторане, поработала, увидела. Нет, в ресторане я не умею, зато я умею коммуницировать. Окей. И следующий план. Вы должны понимать, что дело своей жизни найти нужно искать, а не мечтать. Мечтать это не об этом. Не об этом. Поэтому очень-очень важный момент. По поводу путешествий. Путешествие это прекрасная история, но путешествие это тоже некая ваша благодарность. Я хочу, чтобы вы понимали, что такое путешествие. Это ваша благодарность за то, что я молодец, за то, что я классно что-то делаю в жизни, за то, что у меня есть возможности ездить, путешествовать, смотреть мир. Я молодец. А если я сижу, никуда не вылажу, никак не развиваю свой мозг, я хочу путешествовать, это, знаете, вот это как собака хочет мяукать. Вы должны понимать, и вот если вы долго не отдыхаете, значит, что-то в вашей жизни вы делаете совсем не так. У вас нету на это возможности. И вам говорят, а хер тебе, не заслужил ты никакой отдых, ты ничего для этого не делаешь. Это еще один показатель того, почему мышление важно менять. Почему это важно делать? Важно, важно, и еще раз важно. А сидеть и вот говорить отдельная история. Значит, сумочка, хочу сумочку и в Сен-Лоран, Дольче Габбана. Туда же. Почему такие странные желания? Знаете, что меня удивило? Меня очень удивило, что очень мало людей, которые, например, писали мне, а все-таки я говорила о том, что я исполняю желание, писали мне о том, что они хотят просто познакомиться, просто пообщаться и просто получить для себя какую-то ценную информацию в общении. Для меня, например, самым ценным ресурсом всегда с любым человеком является час времени его. Потому что, первое, время человека – это самое ценное. второе, я прекрасно понимаю, что если человек мне даст сумочку, путешествие или что-то еще, это закончится, это как что-то съесть. А если он научит меня готовить, то тогда я смогу готовить себя, себе постоянно. Так, скрывать все. Просто левые люди заходят, стараюсь это. Поэтому учитесь, всегда стремитесь находить в ситуациях любых способов, чтобы вас научили и вы могли, вот этот горшочек мог вас шварить постоянно. Это всегда гораздо более ценно. Осознайте вот этот момент, что когда вы научитесь приготовлению этого, вы можете гораздо больше приготовить, нежели чем единоразово что-то съесть. Это просто вот говорю вам те мысли, на которые меня навелись. Очень классно, мне понравилось очень сильно, что многие стали взаимодействовать между собой. Вот этот момент коммуникации, когда вы начали меняться, и очень классно, мне нравились люди, которые писали, я хочу это, могу это, или я могу это, хочу это. Помните о том, что всегда, когда вы чего-то хотите, вы должны что-то дать взамен. Так устроена вселенная, и тогда это будет равноценный какой-то классный обмен, интересный, потому что, когда вы только говорите в жизни, я хочу, но я ничего не могу, это работает не очень-очень гуд. Соответственно, вот нужно для себя это понимать. Я не понимаю, то ли людей много, то ли что происходит, почему такие странные комментарии, какие удочки, о каких удочках вы говорите. Я сейчас пытаюсь научить вас немножечко больше думать и понимать, для того, чтобы вы могли в жизни лучше ориентироваться, потому что, вот этот, знаете, нас так, ну, не могу сказать, что нас так воспитывали, но в ментале у нас такое есть, урвать, знаете, вот поскорее бы урвать что-нибудь, нужно, не нужно. Когда начиналось блогерство в Инстаграме, была очень распространена история про бартер, наверное, она и сейчас есть, я не знаю, про бартер. И вот люди, знаете, вот пишут там тебе, там, у меня там есть, мы просто с девочками много эти вопросы обсуждали, я особо блогерством не сильно занимаюсь, но девчонки как бы рассказывали о том, что дома появлялись кучу ненужных вещей, так нагло. Все подряд что-то стремились тебе дать, и ты как бы хотел это взять. И вот так дома оказывалось бесконечное количество каких-то совершенно, совершенно ненужных штук. Поэтому помните вот о том, что история про мечту, это не история про урвать, это история про разобраться, чем конкретный человек или конкретная ситуация в данном случае мне можно, можно помочь. часть людей писали о том, что закрыть долги и кредиты. Я уже говорила, хочу об этом повториться, что чем больше вы говорите о долгах и кредитах, тем больше вы это в жизнь привлекаете. Поэтому всегда, когда вы о чем-то подобном думаете, думайте о том, что вы лучше хотите получить дополнительный доход, вы хотите, ну вот что-то связано с увеличением количеством денег, а не с тем, что вам нужно отдать. Это всегда по поводу вашего мышления, вот должно это в вас присутствовать. Дальше. Часть была людей, которые хотели губы, косметолога, спа, массажи. Это тоже не совсем, ну мне не совсем понятно, почему это люди называют мечтой. Стремитесь также в этой истории выделять для себя какое-то, ну это не может быть мечтой, тут нужно как-то все-таки, ну с позиции того, чтобы поменяться этими услугами друг за друга, можно, но вот для меня очень странно, когда человек говорит, например, я хочу изменить себе губы, ну там это стоит пару тысяч гривен, но при этом называют это мечтой. Вот у меня иногда такое ощущение, что знаете, вот очень сильно все занижено в жизни, что самооценка людей очень сильно занижено, возможности людей очень сильно занижены. Мы говорим о таких мелких штуках, которые для многих превращаются в что-то огромное, там кто-то писал по поводу, например, машинок, там, на которых шить. То же самое, вы всегда можете эту фигню, простите, в хорошем смысле, найти на бесплатных этих сайтах доск объявлений и купить за небольшие деньги. То есть мне кажется, что люди, многие усложняют себе свою жизнь считая, что вот это очень дорого и не для меня и это как будто бы является отмазкой того, почему я не развиваюсь и почему я что-то не делаю. Я понимаю, что доходы у людей маленькие, но доходы у людей маленькие, потому что мысли маленькие, потому что мозг не желает думать, потому что я тоже из обычной семьи и я знаю, что когда у меня не было классного ноутбука, на котором писать книгу, я писала на листочке и на бумаге. Я знаю, что когда у меня нет денег на уход у косметолога, у меня есть руки, у меня есть ромашка и что-то еще. Я знаю, что когда ты идешь к своей мечте, ты по ступенькам очень быстро взбираешься. Я знаю, что пресс можно качать дома, я знаю, что бегать вокруг дома сильно прикольнее, например, чем на беговой дорожке. И я знаю, что есть миллиард отмазок, и если ты даже дашь человеку самую лучшую машинку, лучший телефон, лучший макбук и лучшее, он все равно ни хера не сделает. Вот о чем я говорю, что очень многие люди, я сейчас не, я ни в коем случае, вот вы пишете, да, по поводу, что такое мечта, все комментарии, это не под раздачу. Я хочу вам сейчас помочь немножко, и возможно, кое-кто поймет для себя после этого эфира, что, бля, так я могу это получить. Это не мечта моей жизни, я могу это получить. Если кто-то это путал с историей о том, чтобы, например, я могу это получить здесь и сейчас, и сейчас мне это подарят, это хорошо, это отлично, я за это, этих людей рада, правильно сделали. Но если для кого-то это действительно в голове мечта, вот, и он считает, что он никак не может ее получить, и он прям вот, я показываю, что нет, что нет, это легко получить, вы можете это получить другими способами, вот и все, вы можете это получить другими способами. И такой простой все-таки способ я вам даю сейчас, когда-то, по-моему, была такая техника, называлась, я уже не помню, где и откуда, трындеть налево и направо. Когда вам что-то нужно, возьмите список контактов своих, не знаю, в телефонные книжки, в соцсетях, и напишите, ребята, может у кого-то есть, но обязательно предложите что-то взамен, а что могу я? Вы можете удивиться, но у вашей подружки может лежать телефон, который, блин, он ей не нужен, она может вам его не подарить, дать попользоваться. У вашей протетушки может стоять швейная машинка, которая не нужна ей сейчас, и так далее. Учитесь, не превращайте какие-то такие штуки, вот знаете, как если я не заработаю эти деньги, или если вот откуда-то, для того, чтобы оно взялось, вы должны об этом думать, вы должны об этом говорить, вы должны себя за этим представлять, и вы тогда это притянете непременно. Я вот об этих вещах вам говорю. Ваши мечты ни в коем случае не плохие, мечта вообще не может быть плохой. Я просто рассматриваю с разных сторон и показываю вам какие-то штуки, на которые, возможно, вам никто так не укажет, как я, понимаете? Я хочу, чтобы это было для вас, наверное, самым главным моим подарком, потому что люди все время врут, люди все время стремятся быть хорошими, и люди не хотят говорить правду. Я говорю правду для того, чтобы вы посмотрели ножи с чуть-чуть с другого ракурса. Может быть, вы этого никогда не слышали. Может быть, вы сейчас посмотрите и скажете, ёпсель, и вы позвоните своей подружке, у нее реально будет стиральная машинка или домик в Одессе возле моря. Она скажет, слушай, так поедь отдохни, у меня есть домик и так далее. Понимаете? Вот я говорю о том, что иногда нужно себя расшевелить, раздергать, вот каким-то образом раскрутить. Потом один из комментариев, из последних, который меня прикольнул, это тоже по поводу того, о чем мы говорим. Девушка написала о том, что она хочет очень сильно духовку, прям сильно, и что она уже купила новую кухню, технику, все купила, а духовку не купила. Ну вот скажите, пожалуйста, если вы очень сильно и правда хотели духовку, то какого черта вы ее не купили? Вот иногда люди, когда пишут, я не понимаю, вот нас, либо нам это не надо, вот просто не надо, потому что, когда нам надо, мы это всегда получаем. Я всегда ставлю в пример свидание. Я из тех людей, которые любят рано ложиться спать. Я жила на массиве, далеко от центра, где все проходили основные гульки. И у меня было миллион раз, когда я собиралась, красилась, и перед тем, как выходить, я думала, бля, мне ехать сейчас полтора часа туда, потом полтора часа обратно. И я отменяла все свидания к чертовой матери. Я раздевалась и думала, боже, как хорошо я побуду дома. Но так было только тогда, когда я знала, что парень не очень. Но если парень был очень, и он звонил мне в два часа ночи, я собиралась в два часа ночи, потому что это был тот парень, с которым я хотела на свидание. И так обстоит дело совсем. И я знаю, что если я в чем-то, например, сомневаюсь и ухожу, значит, я могу без этого жить. А в чем, то, что мне сильно нужно, я скажу своему мужу, всем остальным, я заложу почку, я точно это беру, мне точно это надо. Поэтому задавайте себе вопрос по поводу, по отношению к своей мечте. А может, это я хочу просто, вот просто, вот просто я это хочу. Потому что, если бы я хотел на самом деле, то я бы точно нашел для этого возможность. Задавайте себе эти вопросы. Я очень хочу, чтобы вы нашли в себе мотивацию внутреннюю. Я хочу, чтобы вы спросили себя, а что для меня действительно так важно? Для меня странно, когда мама пишет о том, что у ребенка больная спина, и он очень сильно там что-то хочет, но она не может ему купить. А цена вопроса до 100 долларов. Ребята, так не может быть. Вы должны понять, что это уебищная жизнь, что вы как-то не так живете, что что-то не тут у вас. Полно денег, полно всего вокруг. Если у вас этого нету, вы сильно плохо хотите, вы позволили себе не хотеть, вы позволили себе схлопнуться, вы позволили себе поверить в то, что все в мире плохо, но это не так. Это не так. Сейчас все дорогие магазины, дорогие рестораны, все восстановилось. Денег хватает полно у этих, у всех людей. Я сама трачу сейчас каждый день энную сумму. И не потому, что я лучше или хуже, потому что у меня есть мотивация, у меня есть желание, и я себя, я выдаю, я думаю, я все время развиваюсь. Я не рассказываю себе, что в жизни все плохо, ничего нету. Ваш мозг дает установку. Куда вы настроились, то вы и получаете. Я хочу, чтобы вы это осознали. Это просто ваши мысли. Вот такие или вот такие. Вот и все. Когда вы перенастраиваетесь, вы как будто переходите из песочницы в грязи. Вот такой. Вы переходите в другую, но вам нужно перейти. Вам нужно принять это решение. Я больше не хочу так жить. Я не хочу, чтобы моей мечтой была какая-то цель 100 баксов. Это не может быть моей мечтой. Я не хочу так жить. Это ваше единственное решение, которое вы должны принять. А дальше вдохнуть и пойти по веревочке искать. Я сама вылезла из жопы. Если бы я родилась в богатейшей семье, и мне все всегда дали, и я не знала бы этого, я бы вам сейчас рассказывала, ребят, ну я не знаю, я как-то сижу в квартире за лям бакса, вот у меня кресло двушку евро стоит, где-то мама с папой взяли. Я сама на все это зарабатывала и начинала отсюда, потому что сидя на проломанной табуретке, я точно знала, что я хочу сидеть на другом кресле. Я знала, что я буду делать все, чтобы это произошло. И прежде всего, эту головоломку нужно было решить в голове. Я пробовала по-разному. Я пробовала и шащить, и работать. Работает все на самом-то деле. Просто есть способы легкие, и с удовольствием, и которые наполняют. Есть способы, которые, блин, напрягают очень сильно. Но способы есть. Это я вам точно могу сказать, как человек, который всю эту фигню прошел. Поэтому взбодритесь и осознайте, что все то, что вы написали, и простите, я разденусь, я надеюсь, я в спортивной форме, и я не очень вас буду смущать. Тут многие, кто-то груди не видел. Я вроде не топлив сижу. Ну, простите. Красивая грудь, имею право показать. Я хочу, чтобы вы вот этот момент осознали для себя. Возможно, вообще все. Оно вот тут. Вот тут. И ни в каком другом месте. Ни у пузатого дядьки, ни у худой тетки, ни у чего. Вот здесь. Только после принятого вами решения твердого и намерения, и такого, знаете, как очень важный такого обещания. Я это сделаю. Я это сделаю. У вас получится. Вы не поверите, но за год жизнь из жопы может трансформироваться в фантастическую историю. В фантастическую. Вот честно вам говорю. Это может произойти. И это происходит. И это происходит быстрее. Да, не все сразу меняется. Вы знаете, карета тут же превращается, точнее тыква в карету, но вы по-другому себя ощущаете. Вы начинаете понимать, что зависит-то все на самом деле от вас. Проблема человека в том, что он не понимает в большинстве своем, что он влияет на свою жизнь. Ему кажется, что жизнь с ним происходит. Это неправда. Вы влияете на свою жизнь. Не посредством того, где вы родились, и сколько у вас сегодня денег, а посредством того, что вы думаете. Я знаю огромное количество людей, которые с нуля поднимались до миллионов, и знаю не меньшее количество людей, которые с миллионов падали в ноль. Это постоянная горка ледяная. И держимся мы вот здесь. Ни в других местах. Ни при чем тут все эти финансовые экономики. Поверьте, ни при чем. Вот здесь. Вот здесь есть ваш настрой. Кто вы есть, вы решаете вот тут. Что вы думаете, вы решаете вот тут. На какой волне вы находитесь, в говне, в негативе, в постоянных разборках и неверенье, или в другой. Вы решаете тут. Тут и только тут. И даже то, на что вы сейчас реагируете, на мои слова, и как вы это комментируете, это тоже показатель того, что будет дальше. Потому что кто-то сейчас видит только сиськи, кто-то сейчас слышит, что я говорю, кто-то вообще ничего не соображает. У каждого есть свое. Поняли, не поняли вопрос в том, что до тех пор, пока вы не сделаете, вы ничего не поймете. Вот в чем фишечка. Я хочу до вас это доносить и буду это делать. Уж простите, мой эфир, что хочу, то и делаю. Итак, поэтому давайте подытожим. Мечты это круто, но важно понимать, что первое, вы свой главный волшебник. Вообще, это надо принять для себя. Второе, когда мы оказываемся в каких-то ситуациях, где мы можем что-то получить, важно понимать, что я могу получить конкретно в этой ситуации для себя, а не называть что-то на отъебиська, как я называю. Типа, а, и с мыслью, да все равно я это никогда не получу. Конечно, конечно, ты никогда все равно это не получишь. Ну, ведь вот у кого-то красивые сиськи. Это замечательно, Мария, что у вас красивые сиськи в голове. Это хорошо. Я за вас рада. Итак, я пересмотрела 158 тысяч раз. Я увидела, что многие люди получили, Яна, моя подруга, подарила разбор гардероба, Лену, моя подруга, Петреску, подарила девушке, почему-то ей захотелось мою книгу, но Лена решила ей подарить. Я принципиально не дарю никому свой марафон, которым многие люди просили. Во-первых, потому что было бы странно, чтобы я подарила кому-то одному. Во-вторых, как я уже сказала, я хочу, чтобы вы пришли, заработав на него деньги с пониманием того, что вы хотите получить результат и изменить свою жизнь, потому что у меня действительно очень ценный и крутой продукт, это правда. То же самое я могу сказать о тех людях, которым бы вы хотели поучиться. Я могла написать некоторым из этих людей, попросить для вас эти подарки, но я не сделала этого, потому что я хочу, чтобы вы это ценили. Чем богаче, тем же днее. Абсолютно правильно. Вот Оксана, она у нас, видите, это правильный человек на эфире. Вот как раз целевой клиент, портрет. Итак, я выбрала девушку, которая зовут Ирина. Если я не ошибаюсь, ее фамилия Пименова. Ира хотела встречу со мной. Я хочу Иру пригласить в один из своих любимых ресторанов на обед или на ужин, в зависимости от того, когда Ира приедет. И я считаю, что самое ценное, что мы можем, как я уже говорила, получить от других людей, это личный опыт, личную энергию и какие-то личные знания. Поэтому, Ирина, не знаю, есть ли вы здесь или нет, я вас, с вами спешусь, вот, буду вас рада видеть и с вами лично пообщаться, может быть, захотите, покатаю вас немножко, я думаю, что мы проведем с вами интересное время. Но всем остальным я хочу напомнить о том, что под постом у нас еще по-прежнему идет движуха в контексте того, что кто-то что-то кому-то дает, и это очень круто. Я вам хочу сказать всем огромное спасибо за то, что вы делитесь так, как можете и так, как понимаете. Это тоже прекрасно. Но я хочу, чтобы вы для себя поняли самый главный момент, что вы можете получить в этой жизни сами очень много. И самое ценное, единственное, чего мы не можем получить сами, это чужой опыт и общение с другими людьми. Поэтому старайтесь как можно больше коммуницировать. Старайтесь, если вы видите человека, который вас вдохновляет, предложить этому человеку что-то, сделать что-то для него. Если вы сделаете что-то для него, поверьте, ваш контакт будет значительно легче. И получить что-то от него в контексте самого ценного вашего личного общения. Это самое-самое, на что ни на есть. Все материальное вы точно можете получить. Если вы можете с кем-то, чем-то поменяться, это тоже прекрасно. Когда есть так... Так, я зависла? Нет, все нормально. Так, простите, выбивают такие эфиры. Значит, всем огромное спасибо за ваше участие. Я буду дальше придумывать что-нибудь делать для нас. Я надеюсь, что никто не расстроился. Очень на это надеюсь. Я надеюсь, что сегодня я смогла дать вам не менее ценный подарок в контексте и несколько иного взгляда на жизнь. Конечно же, я вас всегда приглашаю и жду на Рерайтер жизни. Я вам очень благодарна, что вам хочется попасть. Я знаю, что вы все туда попадете, все, кто по-настоящему хочет. И я обещаю вам, что каждый, кто попадет и будет работать, непременно изменит свою жизнь и непременно научится смотреть на свою жизнь по-другому. Я обещаю вам, что вы осуществите свои мечты и осуществите мечты близких вам людей. Но ключевое наше задание научить людей получать желаемое, притягивать с легкостью и не делать из чего-то какую-то, знаете, суперогромную цель. Все материально достижимо. Это я вам точно могу сказать. Поэтому обнимаю вас всех. Спасибо вам большое. Вы классные, солнечные. Я очень рада, что вы меня читаете. Мне безумно приятно, что мне есть для кого вещать. И я желаю вам, чтобы все ваши мечты осуществились. И подумайте прямо сегодня. Напишите мне, кстати, в личку, пожалуйста, если кто-то это сделает. Подумайте прямо сегодня, а как бы вы могли ту мечту, которую вы написали, сегодня осуществить. Сделайте что-нибудь для нее. Попробуйте другие варианты, о которых я говорила. И я уверена, что у вас непременно у кого-то точно получится осуществить ее прямо сегодня. Верьте в себя, не общайтесь с негативными людьми, пожалуйста. Не притягивайте, не думайте о плохом, не вспоминайте плохое, не негативьте и никогда, ни при каких обстоятельствах не проваливайте веру в себя. Вы потрясающие, и вы первые должны это осознать. Как только вы осознаете и поверите в то, что я уникален, я потрясающий, и я смогу получить все, что я хочу, поверьте, вы это получите. Точно вам говорю. Все, обнимашечки, поцелуйчики. Пока, мои хорошие.